Всем привет, с вами Максим Мадзе, и сегодня у нас Sony Ericsson W800i, у которого сдохла камера. Вот, смотрите, сейчас он заряжается, задняя часть, сейчас расскажу, короче. Так, включаем камеру, и, собственно, он просит открыть объектив. Опа. Это ничего, ни вообще, ничего не работает. Камерой пользоваться теперь не попользуешься. Камера тут подохла, можно сказать. Механизм подох у камеры. Здесь сделано так, что вот эта вот шторка, когда открываешь, камера включается автоматически. И жалко вот, что если он просит открыть объектив, он чёрный экран просто показывает. На камеру он не подключается, можно сказать. Так вот, я перед этим телефон я на Алиэкспрессе заказывал в январе, в конце января прошлого года, он у меня появился. За это время у него успели рассыпаться кнопки, так как они там держались, на честных словах. Поставил, у меня донор был, можно такой сказать. Вот он. На Авито за 100 рублей купил нерабочий W800i. С него я вытащил кнопки, те я выбросил китайские, потому что они рассыпались полностью. Джойстик китайский только остался. Я отсюда попробовал поставить джойстик, только хуже работать стало. Этот поставил обратно, стало лучше работать нормально. Но всё равно работает не очень сильно хорошо, конечно. Так же, здесь тот китайский корпус, вот этот китайский корпус стоит. Вот сюда я поставил корпус, вот отсюда тоже. Здесь вот эта вот часть и кнопки, вот эти вот все. Вот это вот, от этого телефона родные. Вот эту вот ещё штучку, заглушку поменял местами. Вот эта вот часть только китайская осталась. Крышка тоже китайская. Заднюю часть поменял совсем недавно, после того, как вернулся домой с Алтая. Потому что там мы с фотоцин на горочку залезли, на небольшую, с камнями. И там у меня телефон выпал из кармана и полетел вниз. Задняя часть раскололась в хлам, я её выбросил. Но с донора поставил вот сюда. Передний корпус поменял из-за того, что стёклышко переднее, судя по всему, держалось на суперклее, блин, китайцы. И оно от лёгким движением отклеилось. Видать, на суперклей приклеивали китайцы. Всё халтурно китайцы, конечно, делали. И, но после этого, как раз таки, перестала камера работать. После того, как я отремонтировал. Вот механизм у камеры, вот такой вот. Я вытащил его оттуда. Поставил вот отсюда. Это не помогло, к сожалению. Вот он, механизм. Где-то вот здесь рычажок должен быть специальный. На настоящем Sunni Ericsson W800i вот такой вот рычажок есть. Также и W700i, и K750i. Там вот такой вот рычажок на такой платке есть. Здесь этого рычажка нет и никогда не было. Не знаю, как камера включалась. Камера, кстати, не включалась вот таким вот... Вот этой открыванием шторки тогда. Но иногда она автоматически включалась. Видимо, как-то всё-таки что-то тут работало. Но тут никаких рычажков нет. Я вынял этот механизм, поставил туда вот отсюда механизм. Это не помогло. Камера как и не работала, так и не работает. Ну, вот как-то так. Сейчас я пользовался им до этого момента. Сейчас пользуюсь K750i, по крайней мере, временно. Он работает прекрасно. Вот, у него всё отлично работает. Ладно, вот такая вот история. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк, ставьте лайк, подписывайтесь на Вашконтакте. Подписывайтесь на запасной канал BlueMazze. Обязательно. Ну и всё. Всем пока. С вами был Максим Маззе. Субтитры сделал DimaTorzok